Приветствую вас, дорогие зрители. Это «Свободная пресса», программа «Открытая студия» и я, ее ведущий, Александр Евдокимов. Наш сегодняшний гость – кандидат политических наук Борис Юльченко-Горлицкий. Борис Юльченко, здравствуйте. Здравствуйте. Стало известно недавно, что участники «Круглого стола» Экспертного института социальных исследований обсуждали образ наиболее востребованного кандидата на предстоящих выборах. И, по их мнению, это консервативный мужчина старшей возрастной группы. Как вы считаете, можно ли с этим согласиться, что действительно у нас молодежь уходит на второй план? Ну, во всяком случае, их такое минимальное исследование об этом говорит. Ну, знаете, даже я, наверное, знаю имя и фамилию этого консервативного мужчины старшей возрастной группы. Это в 1924 году мы все знаем, а в 1923... Ну, какая разница? И в 1924, и в 1923, и в 1932, и в 1936. И, так сказать, если этому мужчине Бог даст здоровье в 2050-м, и там в 23-м веке, так сказать, ну, сколько времени этот мужчина проживет, столько времени он будет лучшим и единственным кандидатом. Понимаете? Потому что здесь же предполагается очень важная вещь, что кандидат все равно только один, и что другого кандидата в принципе не может быть. Понимаете? То есть, ну, технические кандидаты, да, могут быть, да, но они в принципе не являются кандидатами. Поэтому предполагается, что российское общество вообще ничего не будет выбирать. Причем, заметим, что когда говорят оптимальный кандидат, платформа, позиция, идеология, опыт, просто даже внешние данные, да, все это не имеет никакого значения, потому что кандидат будет все равно только один. Нет, просто потому что вы заранее знаете, что этот кандидат вот такой, и просто вам говорят, знаете, вот у нас есть кандидат для вас, он для вас оптимальный, но других все равно нет. И обыватель говорит, ну, раз других нет, то, конечно, ничего лучше нет, поскольку это единственный выбор. А в действительности надо понимать вообще, что в принципе действительно для российских элит сейчас возникла ситуация, в чем-то даже трагическая, потому что ведь проблема в замене лидера, это не политическая даже проблема. Проблема стоит в том, что вся российская управленческая система завязана на неформальные личные связи и взаимные личные обязательства, которые нигде не прописаны, которые не регулируются никакими правилами, тем более никакими законами, которые, в общем, просто даже известны не всем участникам этого клубка взаимных обязательств, да. И поэтому, как только вы вынимаете одну фигуру, а тем более такую центральную фигуру, клубок разваливается, там начинается хаос. И это действительно трагическая ситуация, потому что рано или поздно все равно придется кого-то менять, и в этот момент хаос неминуемо случится. — Но это что касается главных, так скажем, выборов страны? — Нет, это касается всех. Это касается всех, высшего уровня губернатора. Это касается, в общем, значительной части федеральных министров. — Если мы берем какие-то ЗАГСы региональные, городские. — Там другая история. Вот, как ни странно, у нас самая уязвимая, незащищенная группа среди начальников — это губернаторы. Почему? Потому что они настолько зависят от центральной власти, настолько являются техническими уже сегодня фигурами, что от них вроде бы уже для избирателей, для населения, даже для местных элит, для местных чиновников мало что зависит. Поэтому получается, что от губернатора можно вот так сменить, да, то есть вот было и не было, да, как не существовало этого человека. И то там в некоторых регионах может быть немножко посложнее, но вот создана такая система, когда губернаторы абсолютно заменяемы. А вот все фигуры выше губернаторов, они труднозаменяемы. Я имею в виду отраслевых министров, которые держат какие-то крупные связи. Опять же, какие связи? Это вопросы контрактов, выполнения этих контрактов, обязательств, откатов, так сказать, что взамен-то. Не обязательно в виде денежного отката или взятки. Вот я вам дам этот контракт, а вы за это сделаете то-то и то-то. Не обязательно лично в карман. Нет, это может быть даже по делу. Но не суть. Суть в том, что это личная договоренность. Поговорили, выпили коньяку, по рукам ударили, разошлись, ничего не подписывали, ничего не обсуждали, ни с кем третьим. Как только вот эта фигура исчезает, то тот, кто по рукам ударил, говорит, я ничего не знаю. И все. И тем более, выше, 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 это касается и военного руководства, и руководства спецслужбы, и так далее, и так далее. Понимаете, это трагическая ситуация по двум причинам. Во-первых, потому что рано или поздно персонал нужно менять, неважно, когда это случится. И вторая причина стоит в том, что эта система полностью исключает возможность подготовки, нормальной подготовки кадров, постепенного включения этих кадров. И полная неспособность вышестоящих заменить своих нежестоящих, условно говоря, ассистентов, даже если они провалились и проворовались вот в чистую. Вот обратите внимание, когда вот у нас говорят, а как же так, почему же вот такой-то, такой-то, там не будем называть имен, он провалил все, да? Мы видели, вот все, к чему прикасается, все разваливается. Очевидная некомпетентность, коррумпированность, просто элементарная бестолковость, как нам кажется, по крайней как нам кажется, потому что он, может быть, без толков как профессионал, очень толков, так сказать, в решении других вопросов. А почему же его до сих пор не заменили? Вы знаете, вот интернет просто гудит периодически от этих вот криков, да? Почему одни и те же люди, почему их никто не меняет? А потому что система, в принципе, построена таким образом, что от любой замены система будет только хуже, понимаете? Ну что же мы сейчас всех пересажаем, кто же работать будет? Поэтому, наверное, не в 17-18 году, а гораздо раньше. Нет, началось-то раньше, я имею в виду, когда закончилось. Сложилось, приобрело, так сказать, уже окончательно завершенную форму. Почему? Потому что, примерно, в 16-17 году действительно возникло определенное ощущение необходимости перемен, в том числе наверху. Но я просто знаю, потому что я заметил, как вот эксперты того же самого ЭИС, между прочим, от которого вы только что упомянули, и другие эксперты, они начали волноваться, они начали запрашивать людей типа меня, то есть, людей независимых, так сказать, от них, не входящих в систему. Ну вот, как вы видите ситуацию, как, то есть, началась какая-то дискуссия, там где-то наверху им начали давать вопросы, они начали передрисовывать эти вопросы немножко в более широкий круг, скажем, людей, которых они считали компетентными. И было понятно, что, в общем, наверху возникло осознание некоторого рубежа, да? Почему первое? Ну, крымский консенсус в основном подошел к концу как раз в 16-17 году, где-то на рубеже этого. То есть, до этого... Довольно быстро, 2-3 года. Ну, понимаете, и на РЦК все дальше. Но вот уже в 16-17 году было видно, что, ну, да, он еще есть, но на нем дальше ехать уже очень трудно, да? То есть, он... То есть, в чем-то какие-то его следы-то до сих пор есть, понимаете? Не могу не спросить, с чем это связано. Если, извините, что... Ну, это психологический факт. Да, психологический, либо то, что информации очень много, много каждый день, просто это забывается, и все. Вот была вспышка, а потом люди, да, забыли, что-то там. Да, тут, ну, я по порядку говорю, тут много вещей. Понимаете, любую позитивную новость, любой позитивный импульс, любой успех его надо поддерживать. А как в России делать? Если случайно, значит, теперь я случайно, я, кстати, считаю, что это в 14-м году был элемент случая, очень большой все в этом. Так вот, случайно или не случайно, но в силу каких-то причин достигнута какая-то победа или какой-то успех, что дальше делают? Вот, это очень специфическое, такое российское, современное решение. А мы дальше будем на ней катиться. То есть, мы не будем ее развивать, закреплять, выходить на следующий уровень, исходя из этого, да? Видеть в этом некий такой трамплин, может быть, даже вызов, с которым надо дальше вот как-то работать. Нет, мы говорим, ой, слушайте, ну хорошо, мы, так сказать, вот катимся, ну и будем катиться дальше. И вот, чисто даже на психологическом уровне, для того, чтобы на какой-то хорошей новости, волне и так далее катиться, ее нужно вот где-то там полтора-два года, ну даже очень крупные события, крупный успех, его нужно чем-то подкрепить, закрепить там. Это известно по западноэлекторальной социологии, да? То есть, если, допустим, какое-то правительство приходит к власти, достигает какого-нибудь успеха, и вот тут очень часто, значит, ему нужно либо в течение полутора-двух лет провести новый выбор, чтобы остаться у власти, если по-честному считать, конечно, мы предполагаем вот это условие, да? Либо, ну, разделать что-то новое, что еще больше укрепит их репутацию, тогда, так сказать, вы катитесь дальше. Почему, кстати говоря, интересно, что некоторые западные политики ведь наиболее выигрышные для себя действия совершают к середине срока, да? То есть, чтобы вот позитивный эффект успеха возможного, ну, он как раз подошел к тому моменту, когда вот вы будете избираться, если четырехлетний, скажем, срок, да? Потому что если вы сразу что-то сделаете, вот у вас будет успех, значит, какой-нибудь там замечательный, предположим, через полгода после избрания, а потом еще три года надо катиться, а через три года уже люди подзабудут, уже придут другие проблемы, выяснят, что у вас уже то не так, это не так, и уже, так сказать, вы немножко начнете сползать вниз. Если, конечно, не будет развивать, потому что, ну, другой вариант, что вы просто, первые шаги, вот по Макеавелле, да, вы, так сказать, сразу совершили некое решительное действие, а потом уже наоборот, так сказать, немножко по-другому себя ведете. Вот, но, значит, первый, я уже сказал, крымский консенсус, примерно, так сказать, начинает выдыхаться, да, то есть первые признаки того, что он выдыхается. Примерно к концу 16-17 года, значит, понимаешь, очередной тренд на повышение цен на нефть тоже выдыхается. Цены на нефть до сих пор довольно высокие, но примерно с 17-18 года они становятся нестабильными, то есть вот там цены начинают подпрыгивать, скакать и так далее. Дальше возникают, видимо, все-таки некоторые проблемы чисто вот по расчету, так сказать, вот, а ведь все-таки на тот момент же еще никто не знает, что будет обнуление, там и так далее. Значит, 24-й год, даже при, так сказать, вот таком раскладе, 24-й год, это некий рубеж, то есть предполагается в тот момент, что Путин уйдет после 24-го года и, соответственно, вы идете к 18-му году, вы идете с очередными, значит, результатами, вы должны провести выборы, а на эти выборы, ну да, Путин еще пойдет на эти выборы, но предположительно они последние, значит, что дальше. И даже вот тогда, в 16-17 году впервые среди официальных политологической публики начинается обсуждаться вопрос, а не лучше ли Путин, ну вот пока он еще, так сказать, ну, 16-17 год, еще тот же Крымский консенсус, еще все не так плохо, еще в перспективе, так сказать, ну, в стоп-фонде все более-менее нормально еще пока, но знаем, что дальше будет хуже. И давайте-ка, может, мы сейчас представим преемника и даже его в 18-м году проведем на выборы. И вот у нас будет уже здоровый, пока еще сильный, влиятельный Путин и вот подконтрольный ему преемник, которого следующий там срок будет готовить только к самостоятельному плаванию. Это серьезно совершенно обсуждаете, помните, тогда возникает кандидатура Дюмина, там вспоминают, да, еще какие-то первые... Да-да-да, нынешнего губернатора Тульской области. Первые имена какие-то, да, это вообще ведь даже имена не возникали, первые имена какие-то возникают, там какие-то разговоры начинаются и так далее. И вот они начинают смотреть и вдруг понимают вот то, что я вам сказал только что. Они понимают, что как только мы начнем что-то менять, у нас начнут рассыпаться всякие договоренности, там, соглашения. И если это все произойдет еще на фоне ухудшающегося социально-экономического положения, надо понимать, что экономика российская вышла из кризиса восьмого-десятого годов не в новую фазу роста, а в стагнацию. И, соответственно, вот эта экономика, которая, с одной стороны, не имеет внутренних точек роста, потому что это периферийная сырьевая экономика, она зависит от внешних факторов. С другой стороны, внешний фактор крайне нестабильный, то есть даже если они не являются... Теперь уже более чем. Да. Ну, теперь вообще другая история, да. Вот. Но мы имеем в виду до двадцать второго года, все факторы нестабильны. К чему это ведет? Кстати говоря, это ведет к совершенно омерзительному поведению российской олигархии по отношению к российской экономике. Потому что, как они рассуждают, у нас все нестабильно, значит, все может обвалиться в любой момент. Раз все должно быть таким вот неустойчивым в ближайшее время, то мы будем накапливать резервы. А как вы будете накапливать резервы? Ключевое слово, не здесь накапливать, а вдруг в другой стране. Да, еще хуже. Еще хуже. Вы будете накапливать резервы, но накапливать резервы в экономике, где слабый рост, это значит обескровливать экономику. На случай даже не принципиально, где вы их накапливаете. То есть, скорее всего, опять же, удобный вариант накопить за границей, потому что, так сказать, стабильная финансовая система западная, которая позволяет через спекулятивные процедуры всякие прокручивать деньги, повышать капитал, накапливать финансовый капитал. Но даже, понимаете, даже если бы эти деньги были складированы в России, это все равно в текущем режиме означало обескровливание экономики. То есть, деньги идут не в социалку, не в образование, не в науку, не в строительство дорог, не тем более в индустрию там и так далее. Они вот все идут вот в это, знаете, вот такой хомяк огромный сидит. Борис Юрьевич, это простым бытовым языком, если проводить аналогии. Ой, дом, возможно, развалится или сгорит, давайте пока что вытащим все вещи, на всякий случай. Да, будем вещи выносить ценные, особенно ценные. Да, и понимаете, вот это вот в итоге приводит к тому, что экономика, в общем, стагнирует все довольно некачественно. И вот у них выбор, либо начать рискованный процесс перемен, причем перемен все равно консервативных. Это очень важно, потому что перемены направлены не на то, чтобы изменить, а на то, чтобы сохранить. То есть, знаете, вот известная формула какого-то французского роялиста еще 19 века, он сказал гениальную фразу, сказал, для того, чтобы все осталось по-старому, нужно все поменять. Вот, то есть вот эта формула, чтобы что-то будем менять, но не для того, чтобы радикально изменить правила игры, так сказать, социальные, экономические отношения, а для того, чтобы просто вот, чтобы у нас все осталось по-старому, нужно технически произвести какие-то изменения. И вот где-то как раз к 18-му году, к началу 18-го года, в общем, становится понятно, что не надо, не надо. Последний, кстати говоря, эксперимент, это была, на мой взгляд, компания Грудинина. То есть они хотели посмотреть, что будет, если выпустим. А они только экспериментировали, решили, а вот давайте-ка попробуем выпустить более интересного кандидата, причем кандидата, который искренне не хочет стать президентом. Совершенно верно. Павел Николаевич мне сам это говорил, причем в эфире, я могу цитировать, это бы у нас на Рабкоре, кстати, очень рекомендую зрителям тоже, что тут есть YouTube-канал Рабкор, так что смотрите. И вот в эфире Рабкора Павел Николаевич прямо сказал, ну, я же баллотировался не для того, чтобы стать президентом, да. То есть, вроде бы, казалось бы, кандидат удачный, кандидат интересный, с одной стороны. Ну, интересный мужик, он хорошо говорит, он сам по себе, ну, как человек интересен просто, да. Привлекательный, живой. То есть он может сделать выборы поинтереснее. С другой стороны, он, с точки зрения политической, совершенно не опасен. То есть он не борется за власть, реально. Он, ну, не является врагом. Безусловно, конечно. Безусловно, да. Его максимум амбиции, ну, такой супер-супер-супер, что его правительство позовут после этого успешного проведения выборов. Вообще супер-супер-супер, это может даже премьером, но это так, ну, это такие мечты. Окончилось все вообще печально. Вот я сейчас расскажу, да. Вот это мечты-мечты. Ну, так вот, если это эти... Так, ой, чего бы я хотел? Ну, меня премьером возьмут, тогда я вообще покажу, какой я хороший, да. Ну, на худой конец губернатора Московской области, да. Вот уровень амбиции, причем, ну, он же тянет. Но на губернатора Московской области я уверен, что был бы лучше, чем действующий ныне, да. Вот, то есть он знает область, там, все. Ну, вот я сейчас поработаю, я отработаю вот этот номер. За это меня наградят, там, значит, как-то со мной по-человечески обойдутся, предполагает Павел Николаевич. Вот. И искренне, искренне работает по этой схеме. Из лучших побуждений. Более того, если там какие-то были нарушения, там, с капиталами, которые у него были, якобы, за границей. Ну, ведь мир прекрасно понимает, что все это было известно заранее, до всей этой истории с выборами. И вот тут происходит вот последний облом, да, потому что они думают, ой, даже так нехорошо. Вот, понимаете, это, вроде бы, казалось, политически не опасная фигура, и даже из-за нее возникает проблема. Просто любая новая фигура, вот, сколько-нибудь заметно, сколько-нибудь, способна даже не самостоятельно политическую игру играть, а просто вообще, вот, так сказать, привлечь сопоставительное внимание. Понимаете, о чем я говорю? О том, что вот тогда они окончательно пользуются, что вообще ничего, ничего не меняем, ничего не трогаем. А как дальше? А как-нибудь проковыляем там, а дальше, что подходит уже, вот, двадцатый год, еще пенсионная реформа подкатила. И, между прочим, надо сказать, что выборы двадцать первого года тоже были очень неприятными. То есть, мало того, что двадцатый год, ну, ковид в чем-то даже помог, при всем то, что это было большое неприятное событие и стресс для экономики, для общества. Ну, под ковид можно закрыть окончательно всю историю с митингами, протестами и так далее. Даже с пикетами одиночными. Даже с одиночными пикетами. Можно под ковид, значит, просто вообще выборы изменить, всю систему выборов, да. Трехдневное голосование придумать, там, со всеми замечательными вещами. Общую обстановку изменить, да. То есть, казалось бы, ковид – это беда или нет. Это не беда, это хорошая история. Это очень приятное вовремя произошло. Но ковид кончился, а что дальше? А дальше выборы двадцать первого года, которые показывают, кстати говоря, тоже нехорошие вещи. Посмотрите, что произошло в Москве на выборах. Просто вот взяли и по всех округах выбрали, почти всех округах. Ну, собственно. Выбрал ДЭК. Выбрали сначала оппозиционера, а потом ДЭК переиграл. В конечном счете выбрал всех ДЭК, да. То есть, без ДЭКа уже избирать нельзя нормальный кандидат с точки зрения власти. Поэтому, в общем, да, продлили Путину еще на неограниченное практически время. Потому что ведь никто же не говорит, что 36-й, предположим, год. Вот 36-й год исчерпается вот это обнуление. Но предположим, что Владимир Владимирович будет в хорошей форме. Главная идея состоит в том, что просто не будем ничего менять, будем тянуть, 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 тянуть. Все остальное как-то старое было. Но проблема состоит в том, что реально эта жизнь меняется. И тут ничего не сделаешь. Реальная жизнь меняется. Кстати говоря, противоречия вспомним. Все-таки они, конечно, не хотят помнить марксизм, но мы это свои помним. Что есть противоречия. И противоречия накапливаются. Они становятся все более запутанными. Они, в силу того, что они не решаются, они, так сказать, приобретают большую остроту постепенно. И все это, конечно, довольно взрывоопасная жизнь. В этом отношении вам вторит даже руководитель ВЦИОМ, который не так давно заявил о том, что вот, дескать, мы теряем молодежь, и молодежь до 24 лет выбирает собственное благополучие, а не благополучие Родины. А вот в более старшей возрастной группе там полный консенсус по этому вопросу, а не так. Это, кстати, не ложь. Дело в том, что просто... Это его заявление. Не, я понимаю, но это заявление, на мой взгляд, лживое. Вот почему. Просто потому, что под благополучием Родины понимается благополучие начальства, которое... Конечно, разумеется. ...командует этой Родиной. Да, само собой. Но мы читаем между строк, да. Это именно то. И в этом смысле я как раз считаю, что молодежь гораздо более беспокоена именно общественными интересами, хотя бы просто то, что оно имеет некоторое представление о них, да. Потому что старшее поколение, ну вот, заметьте, мы делали такой эксперимент, касающийся телевизора, да, то есть старшее поколение это поколение... Почему, кстати, какое старшее поколение, да, вот, поколение телевизор, это люди, на самом деле, да, не 55+, как делают социологи, да. На самом деле, деление, вот, по социологическим всем вот этим расчетам, обычно стандартное деление, 55+, они берут группу, да. На самом деле, больше существует. Такой группы не существует просто. Сейчас объясню, ну, представьте себе, вот, один человек, который формировался еще, так сказать, в 60-е годы советские, другой, который формировался, так сказать, в годы застоя, а третий, между прочим, так сказать, еще, так сказать, застав немножко застой, так сказать, в основном формировался в 90-е годы. Это совершенно разный жизненный опыт, совершенно разные поколения, уровень активности совершенно разный, люди 55+, ну, даже по пенсионной реформе, они все работающие, да, а больше того, вам скажу, при нынешней ситуации, люди, ну, реально, вот, люди моего поколения, ну, кто еще, просто не помер, кто не помер, да, потому что очень много людей, мужиков, что нырут 55, там, 60, вот в этом диапазоне, да, вот, кто пережил, диапазон, 54, там, 60, или, там, 54, 58, потому что очень большая часть мужчин умирает в то время, кто пережил, у тех есть способность, возможность благополучно дожить, ну, там, более длительное время, но главное, дожить в более-менее нормальной трудовой форме, ну, как минимум до 70, до 75. Это поколение категорически, категорически будет работать, скорее всего, до смерти, то есть, оно абсолютно не отличает себя по жизненному поведению от людей, там, скажем, 45, 55, вот этой группы, знаете, совершенно одна группа, близкая очень, а вот дальше, знаете, 70+, особенно даже 75+, и вот там действительно проблема, потому что, во-первых, это, как правило, очень большая доля одиноких людей, технически одиноких даже. Вот они одобряют, да, политический курс больше всего? Они не то, что не одобряют, они как бы не предполагают, что есть возможность неодобрения, у них этой опции, в принципе, нет, и это одна категория, а вот есть другая, то есть, это в старших поколениях, это совершенно четко видно, это вот рабы телевизора, то есть, представьте, причем не важно, что вы включите, вот есть другая вещь, которая гораздо более, на мой взгляд, опасна в плане социальных последствий, потому что, ну, да, есть много пожилых людей, которые, вот, к сожалению, являются рабами телевизора, если, кстати, потом переключат программу, то они будут рабами другого телевизора, если в телевизоре будете вы, то, значит, соответственно, они будут вашими рабами, это ужасно, но это так, понимаете, но есть другая категория, которую мы обнаружили в одной из фокус-групп, это было в Ангарске, как раз в 21-м году, и потом я видел в нескольких фокус-группах в более мягкой форме, но то же самое. Какая возрастная категория? Вот, она была смешанная, это была, ну, первая группа была женщины разных возрастов от, там, 20-ти плюс до пенсионного возраста, то есть, ну, до раннего пенсионного возраста. Ну, разброс мне просто интересен. Полный, нет, вот, в самом-то, вся прелесть была в том, что она была гендер, по гендерному признаку, то есть, только женщины, провинциальный город средний, но не самый депрессивный, кстати говоря. И что он обнаружил? Сначала вот вся группа, вот, просто последним словом ругает власть. Начальников, политиков, всю власть вот сверху донизу, всех ругают. Причем так, агрессивно ругают очень. И потом задается контрольный вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах? Вся группа как один? За Единую Россию, конечно. И тут у интервьюера возникает, как видите, диссонанс, потому что они только что объясняли, что это воры. Прямо говоришь, вот, Единоросс, они все воры, они, так сказать, все, там, преступники, вот, там, они, ну, хотят зла, там, скажем, они нас угнетают. Ну, конечно, за них. И тогда интервьюер задает контрольный вопрос, да, это Анна Очкина была интервьюером, она, то есть, она, по-моему, даже у вас там на свободной прессе пару раз появлялась. Она задает контрольный вопрос, а почему, как, почему, если вы только что так этих людей описали самыми страшными вообще словами, почему вы готовы за них голосовать? Она говорит, ну, как, именно потому, что власть плохая, поэтому с ней нельзя ссориться. Чем хуже власть, тем более лояльны должны быть мы, потому что, если мы не лояльны, они нас накажут, поскольку они мерзавцы, подонки, там, подлецы, даже идет поток, так сказать, характеристик, то нам будет очень плохо от того, что они начнут нас наказывать. То есть, первое, сама опция сменить власть не существует в сознании, в принципе. То есть, власть есть нечто объективно существующее, она очень плохая, она очень вредная, но существует объективно, ну, как если вы живете в очень плохом климате. Это первое. И второе, зачем нужны выборы? Вот это самое страшное, что я понял, когда я увидел эту фокус-группу, я понял, что выборы воспринимаются этими людьми не как момент, когда вы меняете власть, или там, выбираете власть, а как момент, когда вы должны продемонстрировать власть, свою лояльность, свою лояльность. То есть, не вы выбираете власть, а власть вас тестирует, потому что как бы вы ни проголосовали, они-то все равно останутся. А вам будет плохо от того, что вы неправильно проголосовали. Они вас проверяют. Не вы их оцениваете, а они вас оценивают. И вот потом, когда я уже эту фокус-группу увидел, я начал ловить похожие тенденции уже в других группах, которые были, скажем так, более по гендерному признаку, по возрастному, уже более-менее другими, ну, разные варианты. И, так сказать, в версии, так сказать, light эти темы возникали снова и снова. То есть, они не так жестко, не так откровенно, не так артикулированы были, но они возникали. И вот это вообще страшно, понимаете, вот такое состояние людей. Причем, если с властью, с их точки зрения, не дай бог, что-нибудь случится, оно может случиться, то они будут уже потеряны, потому что они не знают, что с этим делать. У них нету самостоятельного какого-то политического мышления. Но это не значит, что вся страна такая, отнюдь. Страна разная. И это не значит, что все так. Но я говорю, что есть вот вторая категория, она абсолютно не в возрастном ключе должна рассматриваться. А вот категория людей, которые лояльны по определению к любой власти. Поэтому, кстати говоря, патриотический дискурс на них тоже не работает. Это не потому, что они патриоты или антипатриоты. Это конформизм, честно говоря. Да, это такой вот конформизм испуганных людей, понимаете? Потому что есть конформизм людей, которые пытаются что-то с этого получить. Вот я, допустим, могу представить себе человека, который конформист, но он делает карьеру конформистскую. А люди не делают карьеру. Они только ждут, что будет хуже. И вот такой вот конформистный, депрессивный, я бы сказал, депрессивный конформизм – это самая страшная угроза сегодня в российском обществе. Потому что рано или поздно что-то менять придется, придется это делать самим. А люди не знают, как это делать, боятся и так далее. Но, повторю, не все общество такое. Но вот эта категория есть. Это к вопросу о том, кто хочет быть консервативного мужчину старшей возрастной группы. Наверное, если им представят эту консервативную мужчину, и даже если смеют название, это имя, и даже если будет молодой радикальным мужчиной, и так далее, или женщиной нетрадиционной сексуальной ориентации, это им не важно. Главное, что она была представлена от власти. А вот когда им скажут, что решайте ребят сами, ну тут у них проблема. В гостях нашей студии был кандидат политических наук Борис Юрьевич Кагарлицкий. А вы не забывайте подписываться, писать комментарии и обязательно напишите внизу под роликом, за кого вы бы проголосовали. Действительно, какой облик идеального кандидата важен для вас, если, естественно, вы пойдете на выборы. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!